Соревнования на полигоне Ошелук в рамках армейских международных игр 2016 прошли успешно для военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка. Конкурс по противовоздушному бою оставил положительные впечатления, а еще задал планку на перспективу. Однако почетное второе место, завоеванное в прошлом году, не стало путевкой в финал на нынешние соревнования. По традиции, перед участием в серьезном испытании защитники неба со всей Беларуси каждый год проходят новый экзамен. И уже судьи определяют, кто достойно отстаивать честь родной страны, а кому еще стоит поднабраться опыта. Среди упражнений отборочного этапа, вождение многоосных машин, заряжение пусковых установок, комплексная тактическая задача, включающая перевод техники в походное положение, а также марш. А завершающим испытанием стал противовоздушный бой. Соревнования собрали участников именно в Бресте по множеству причин. Областной центр не один год является местом встречи зенитчиков. У нас на сегодняшний день создана самая лучшая материальная база, на которой можно проводить такие состязания. Лучший автодром, он сделан точная копия того, который оборудован на российском полигоне Ошелук. Вот точная копия. Поэтому как бы самый оптимальный вариант. Ну и из климатических условий, видите, Брест находится на самом юге. Погода внесла свои коррективы. Дождливые дни несколько усложняли выполнение задач. Однако бравы белорусские защитники неба. Результатами доказывали. Силы и выносливости им не занимать. Климатические условия в данном случае лишь закаляли. За возможность показать себя на конкурсе «Ключи от неба-2017» боролись 4 команды всех воинских частей зенитно-ракетных войск. Шансы соперников были высоки. Все потому, что подготовка была на достойном уровне. Подготовка расчетов – это дело творческое. И по большому счету ребята показывают приблизительно одинаковые результаты. Команды очень сильные. И отворочный этап международным соревнованиям проходит на довольно высоком уровне. Военнослужащий 115-го зенитного ракетного полка Петр Кузьмич в прошлом году демонстрировал мастерство вождения на международном конкурсе «Ключи от неба». Результат оказался высоким. Лучший водитель и механик внутри своего полка мечтает побороться за победу с соперниками из других стран и на нынешних соревнованиях. Что самое сложное при вождении вот такого транспорта? Чувствовать габарит автомобиля. А еще? Машина очень большая, неповоротливая. Ее просто надо чувствовать. Если водитель неопытный, ее не может почувствовать, у него ничего не получится. Ну а своими результатами доволен? Доволен, но мог быть и лучше. Стремление отталкиваться от поставленных рекордов и поднимать планку – характерная черта брестских защитников неба. Пожалуй, именно она и помогает добиваться таких существенных результатов. По итогам отборочных испытаний первое место завоевала команда 115-го зенитного ракетного полка. А это значит, впереди у солдат регулярные тренировки, направленные на совершенствование и без того блестящих показателей. Все желают представлять нашу страну на международных соревнованиях. Это почетно. Это плюс и для воинской части, которая будет представлять, и для нашего вида вооруженных сил, ну и для страны в целом.